Здравствуйте, друзья! На связи Браун с дайджестом новостей за прошедшую неделю. Обычно, когда заходит разговор о видеокартах, в памяти сразу возникают два производителя – AMD и NVIDIA. Не так давно третий игрок, который более известен своими процессорами, также решил вступить в эту схватку компаний. Intel еще на прошедшей Computex представили прототипы своих будущих самостоятельных GPU, но никаких более подробностей не представляли. На днях о новинках стало известно чуть больше. Как утверждает источник, в найденном графическом драйвере есть упоминание неких секретных видеокарт с припиской LP и HP, что означает low power и high power, соответственно. Также есть детали касательно вычислительных блоков, которые составляют стандартные 128, 256 и 512. Это все, что удалось обнаружить на данный момент, и пока не ясно, что будут уметь видеокарты и какой целевой сегмент рынка будут затрагивать. Но пока датамайнеры исследуют коды драйверов, есть более реальные сведения о тестовых образцах десятиядерников от синих семейства Comet Lake S. Если внимательно присмотреться к базе данных Евразийской экономической комиссии, то можно обнаружить упоминание тестовых образцов камней, которые по своим характеристикам очень близки к финальным версиям. Подробностей о технических возможностях CPU пока нет, но если верить разным утечкам, анонс вполне реален до конца октября 2019 года. А учитывая такое количество слухов вокруг еще не вышедшего продукта, в это верится с каждым разом все больше. И еще немного синих новостей вам в ленту. Apple решила расширить свой патентный список и пополнила его интеллектуальной собственностью Intel. Все дело в том, что несколько дней назад яблочный гигант из Купертино успешно приобрел модемный бизнес синей компании. Под крыло перешли две с лишним тысячи сотрудников, производственные помещения, а также все упомянутые разработки Intel в области протоколов сотовой связи и всего остального. Стоимость сделки составила 1 миллиард долларов США. Если бизнес окажется успешным, ребятам из смежных отраслей могут очень больно наступить на пятки. Несмотря на некоторые разговоры, касающиеся нового флагмана AMD Ryzen 9 3900X, дела у него в полном порядке. Можно даже сказать уж очень в порядке, потому как спустя всего две недели после релиза процессор оказался в дефиците. Разумеется, этим не применули воспользоваться некоторые продавцы и, как это обычно бывает, подняли ценники на доступные модели почти в половину. Это касается не только флагмана, но и его младшего восьмиядерного собрата Ryzen 7 3800X. Можно найти экземпляры вплоть до 479 долларов при рекомендуемой в 400. Нехилый такой наварчик. Однако производитель отреагировал на это незамедлительно, и хоть успех его новых СПЮ безусловно их порадовал, они обещали уже в скорое время доставить новой партии своим партнерам. Но не все так плохо, есть поводы для радости. Как вам удешевление 12-ядерного Threadripper 1920X? На фоне таких новостей это очень хороший знак. Цену снизили в среднем от текущих на данный момент 350 долларов до 260 долларов США. Это сделало его самым доступным на данный момент процессором с таким количеством потоков из актуальных поколений. Правда, не стоит забывать про цену охлаждения и материнских плат под сокет TR4. 120-герцовый игровой смартфон. Почему нет? Еще в прошлом году компания Asus задала тенденцию на монструозные игровые смартфоны своим ROG Phone, как на прошлой неделе представила его вторую, улучшенную и доработанную версию со 120-герцовым 2К дисплеем. Под корпусом спрятали восьмиядерную SFC Snapdragon 855 Plus с частотой до 2,96 ГГц и графики на Adreno 640. ОЗУ установили в размере 12 ГБ. Самое интересное здесь это система охлаждения с натуральной испарительной камерой со съемным вентилятором. Батарея на 6000 мАч должна обеспечить 8 часов бесперебойной работы, как заявляет производитель. В остальном все стандартно. Учитывая, что текущая версия снискала свое признание среди покупателей, верится, что и вторая модель также получит успех у публики и звание самого мощного смартфона на данный момент. Цена обычной версии должна варьироваться от 900 долларов. За все остальные приблуды в виде док-станций, джойстиков и прочего придется доплатить. Последствия. Именно так назвали разработчики PUBG новый четвертый сезон, который, кстати, доступен для скачивания всем обладателям игры абсолютно бесплатно. Новый сезон включает в себя полностью переработанную карту Erangel, измененную графику, новое оружие, а также некоторые изменения в старом. Например, на УЗИ можно навесить прицел. Механика стрельбы, если что, не изменилась. Переработка в основном коснулась качественного ощущения от игры, исправления багов и повышения стабильности соединения с серверами. Также появился обновленный паркур, который работает практически с любой поверхностью, за которую можно ухватиться и залезть. Боевой пропуск также имеется. Blizzard представила нового 31-го героя для Overwatch. На этот раз им стал безумный ученый Сигма, обуздавший силу гравитации, но не оставшегося без последствий таких экспериментов. Как видно из пугающего ролика, ученый сошел с ума из-за своих исследований и загремел в психушку. Впрочем, откуда спустя какое-то время смог сбежать. Из особенностей героя можно отметить рикошетящие парные заряды, возможность выставлять перед собой щит, вбирать вражеские снаряды в поле Аки Нео из Матрицы, а также его суперспособность, которая может притягивать врагов в зону действия и, поднимая в воздух, бросать о землю с большой силой, нанося урон. Сигма уже доступен на тестовом сервере для всех желающих. Как и обещали, ровно в срок триллер Beyond Two Souls вышел на ПК в Epic Game Store, ранее бывший эксклюзивом PlayStation 4. Главной особенностью игры является наличие настоящих голливудских актеров, которые предоставили свою внешность для главных героев, а также интерактивность окружения, которая помогает героине выпутываться из сложных ситуаций. В игре очень развит так называемый социальный элемент, где ваши поступки имеют значение в будущем, и прежде чем что-то делать, нужно потратить некоторое время для исследования имеющихся вариантов решения. Hello Games — это та студия, которая выпустила одну из самых амбициозных игр нынешнего десятилетия и одну из самых провальных на старте, а все из-за невыполненных обещаний. Обещаний на релизе, разумеется. Речь, как вы догадались, идет про No Man's Sky. И пока Шон Мюррей возвращает доверие игроков, постоянно улучшая игру и выпуская к ней бесплатные глобальные обновления, которые приводят игру к тому, что должно было быть еще несколько лет назад, стало известно, что у компании в разработке находится еще один не менее грандиозный проект. Как утверждает сам Шон, игра более целостная и смелая, нежели чем No Man's Sky. Она будет увлекательной и, к сожалению, амбициозной. О чем конкретно идет речь, не уточнили. Будет ли это космооперой или очередной выживалкой, покажет время. А пока будем надеяться, что студия учла все свои ошибки прошлого и более не допустит такого казуса на старте продаж своего проекта. Обзоры их детища о планетах и кораблях, кстати, набирают положительные обзоры в Стиме спустя столь длительное время. На этом все. Увидимся уже совсем скоро.